Девушки отдыхают На расстоянии от Александрова и до Ходькова я на велосипеде проделал по шоссе и ездил дальше в сторону Ростова-Великого. Моя юность прошла в тех краях. Первый раз я, когда деревянную церковь увидел на подъезде к Ростову, помню, упал. И вот это ощущение боли от разбитой ноги и красота куполов, это, конечно, на всю жизнь воспринимается у меня. Мальчишка, который родился и вырос в подмосковном Александрове, очень любил летние поездки к бабушке в деревню. Из города он попадал в деревенскую тишину, любовался цветами, луговыми травами, помогал на заготовке сена. И эти яркие картинки настолько глубоко вошли в его жизнь, что уже в зрелом возрасте он бросил Москву и уехал в Истринский район, ближе к природе. Семья была большая. Я шестой, любимец всеми. Мать полностью брала воспитание детей на себя и воспитывала нас по своему понятию восприятия жизни. Это систематическое посещение храма в Александрове, посещение Троицы Сергиевой Лавры. Мать ухитрялась, имея шестерёх детей, как-то вот меня младшего брала и везла. Отец редко бывал дома, он работал ревизором, на железной дороге жил в Москве. Работа отнимала почти все его силы. Умер он рано. После смерти отца семье выживать стало сложно. Мы оказались без всяких условий для благополучной жизни. Не имея кормилица, мы были предоставлены сами себе. И у меня жизнь очень сильно кидала. Никто не догадывался, где пропадает целыми днями 11-летний подросток. А Сергей, оказывается, ездил в Москву, как на работу. Ему хотелось где-то раздобыть денег, еды. Связался с уголовниками, научился воровать. Так начался период взросления. Круг моего общения, когда я убегал из дома, был, конечно, очень неоднородный. Попадались очень яркие представители криминального мира. И я участвовал в разных бандитских выходках. Но постепенно ситуация так меня вела по жизни, что я не мог удовлетвориться своим пребыванием в этих группировках молодежных. И чувство стыда, которое меня вдруг в одной из наших вылазок охватило после наших очень некрасивых действий, мягко сказано. И я принял решение, что надо искать путь какой-то другой. К счастью, Сергею легко удалось оборвать свою связь с бандитами. Все свободное время он стал проводить в Доме пионеров, в Азостудии. Преподаватель вскоре высоко оценил художественные способности юноши. Для меня это было, конечно, потрясение, что я не только в бандитских формированиях могу, но могу быть и художником. И я, конечно, с увлечением начал заниматься искусством. И где-то уже в 15 лет я смог поступать в художественное училище. Я не избал, он был вниманием мужским влиянием без отцовщины. Это такая порода, своеобразная порода молодежи без отцовщины. Я отношусь к ним. И поэтому, когда у меня появился первый учитель, я с таким упоением начал заниматься скульптурой, что быстро очень завоевал какие-то позиции, как мастер-скульптор. И вот с его благословения я поступил даже в Академию художества Суриковской через 5 лет. Студентам Суриковского повезло. Начались знаменитые 60-е годы, когда многое в жизни общества было переосмыслено. За государственностью стала прослеживаться и линия человеческого творчества, человеческого бытия. В принципе, союза художников, они позволяли большую энергию художнику направлять на творческую деятельность, выполняя государственный заказ. Вот я после посещения Вологодских областей сделал распятие, Вологодское распятие, очень интересное. Сейчас оно даже необычно смотрится и напоминает о том времени. Мне повезло в мощном государстве, в Советском Союзе, становление, пройти как скульптору. Скульптура – это державный вид искусства, оно всегда несет в себе какие-то большие глобальные задачи. Главной темой творчества Сергея стала женская красота. Он выбрал мрамор, который органично подчеркивал чистоту созданных образов. Но однажды необычное событие полностью изменило его восприятие мира и как человека, и как художника. Было событие, связанное со знамением, которое произошло в моей московской мастерской, когда с какой-то вспышкой и взрывом произошло падение иконы. Я посмотрел, это оказалось изображение преподобного Серафима Саровского. И буквально через два часа было объявление по радио, что в Казанском соборе в 1991 году обретены вновь его мощи. Я был настолько потрясен этим явлением, что я создал образ преподобного Серафима из мрамора. А потом началась подготовка к созданию образа преподобного Сергия Радонежского. Этот период стал возвращением к истокам, к памяти рода и первой молитве. Детство мое как бы прошло без особых воспитательных акций со стороны взрослых. Мне даже никто не объяснял, как готовиться к урокам в школе. Но почему-то я выбрал на себя путь молитвы. Перед тем, как идти в школу, я вставал на колени перед той иконой, которая у матери была в красном углу, и молился. И, конечно, мать боялась. Я повторю этот путь. Своего дяди, который вынужден был скрывать, что он священник, была незавидная участь. Я один в семье, кто с уповением любил молиться перед школой. Сейчас я имею такую роскошь, не торопясь идти по пути православия. И вот у меня последний, например, образ Дмитрия Ростовского, святителя, меня наполнил новым содержанием, мою деятельность. Десять лет назад ко мне обратились из Фонда единения православных народов о создании знака такого концентрированного символа православия. И я с интересом очень большим начал заниматься этим вопросом. Поднял массу материалов по символам православия. После посещения Валаамского монастыря на острове Валаам, за два дня я то, что не мог на протяжении полугода сделать этот символ, а там за два дня мне очень ясно представилась вот эта чистота православия, вот эта красота в простоте и в чистоте православия. Я сделал православный крест и, значит, виноградная лоза и пшеничные зерна, что включает в себя все то, о чем можно думать, мечтать и чему можно служить. В работе скульптора все производство, оно очень трудоемкое, но все равно самое главное это то, что у тебя в мозгах. Вот этот материал ты начинаешь собирать в библиотеках, в газетах, и идешь в специальные библиотеки, и все равно все это через книги, конечно. Набираешь материал из книг. Когда уже будет достаточно и есть возможность посетить именно те места, которые связаны с тем образом, кто у тебя возникает, то это совсем хорошо, если ты можешь сюда выехать. Сейчас формируется вот группа людей, которые воспитываются на православии уже более, имеют возможность чище воспринимать это духовное единство. И в ближайшее время, я думаю, будут результаты, которые должны преобразить тот мир, который сейчас окружает нас. Мы переживаем опять очередную, так сказать, революционную ситуацию в формировании мира, нас окружающего. Когда появилась возможность в начале 90-х годов занять это место и начать создавать здесь парк скульптуры, творческую мастерскую, которая являлась бы центром художественной жизни Подмосковья ближайшего, являлась бы как бы примером для молодежи, для подражания, как можно осваивать это прекрасное пространство подмосковное именно в художественном плане, в духовном, где могло бы ни одно поколение молодежи получить достойное воспитание любящих Россию нерожен. И вот эта у меня возможность появилась здесь, в Иссенском районе. И я создал эту галерею изобразительного искусства. Сейчас я даже созрел, чтобы передать это все государству, парк вокруг и галерею. И Министерство культуры Московской области очень горячо поддерживает меня в этом. И уже принято решение о создании здесь филиала Ново-Иерусалимского художественного музея. Ново-Иерусалимского художественного музея. Субтитры создавал DimaTorzok